МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Чуть больше недели осталось до самого обсуждаемого события второго тура президентских выборов. Телеэфиры полны дебатами, различными ток-шоу, в которых обсуждаются качество кандидатов, их позиции и политические цели. Много слов о делах и заявлениях. Нам же хотелось в этот, как мы искренне убеждены, самый важный период новейшей истории молдавского государства поговорить о душе, о духовности, о сложившемся сегодня в Молдове противостоянии духовного начала и тотальной бездуховности. И поможет нам в этом клирик Свято-Георгиевского храма. Отец Виталий. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем немного издалека, если позволите. Лидеры философской мысли последних двух веков, а здесь хочется упомянуть и Николая Бердяева, и Александра Мене, и академика Дмитрия Лихачева, в своих трудах утверждали, и это можно, в принципе, легко найти, что в противостоянии двух миров, в западной и восточной цивилизации православие стоит на страже духовного начала, на страже духовного, ну не знаю, высоких духовных нравственных основ и на страже христианства и цивилизации вообще. Как вы думаете, почему эта роль наделена или дана православию, или, может быть, это где-то навязываемая искусственная роль, или так сложились обстоятельства? Вообще, когда речь заходит о самых серьёзных вопросах человечества, а самый серьёзный вопрос — это что есть истина в конце концов, где эта истина? В этих вопросах мы упираемся опять-таки в библейскую ситуацию. Весь корпус книг Ветхого Завета, он говорит об одном маленьком народе, который, собственно говоря, в рамках истории был на таких задворках, что и говорить о нём, в принципе, не приходилось. С точки зрения империи, которые существовали рядом, это вообще был такой конец географии. И вот этот маленький народ вдруг обретает от Бога одну очень важную обязанность. Они должны сохранить правду, которая потом должна быть дарована всему человечеству. И ради этого этот народ претерпевает самые болезненные моменты и самые трагические перипетия истории, которые входят в классический образец этих книг Ветхозаветных и рассказывают нам, чему подвергается любое сердце, любой народ, который выдвигает себя с точки зрения истории, как народ, хранитель или человек, хранитель какой-то правды. То есть еврейский народ в отношениях с Богом впадает в некую сложную, иногда бескомпромиссность, иногда предательство. Но сам Бог остаётся достаточно суров к этому народу. За любое отпадение от этой правды они получают страшнейшие наказания, бесконечные странствия, лишения Родины, уничтожение главных святынь, потом через покаяние этот народ возвращается к своей земле и так далее. То есть исторически христианство, придя в мир, оно ведь было прямым следствием всего Ветхозаветного событийного ряда. Вот Адама и Евы — это процесс, как бы для нас он вечен. И, соответственно, войдя в мир, христиане ощутили себя теперь на этом месте. И хранение истины, оно ставит тебя в разряд не просто потребителя, а оно ставит тебя в разряд человека или нации, народа, отвечающего перед небом за это. И, соответственно, православие всегда ощущало вот за собою вот эту удивительную правду, в которой не мы выбрали Бога, а Он настиг нас. Он как бы настиг нас своей красотой и любовью, и мы стали рабами этой любви. И вот отныне моё рабство, оно становится для меня достоинством, оно для меня как некая награда, что я никому больше не раб, ни звёздам, ни судьбам. Вот мне открылась эта правда и эта истина. И истина, она всегда для христианина жива, потому что истина — это кто? Это Христос. И я с ним нахожусь в отношениях. И эти отношения подразумевают, что у меня есть самое главное, у меня есть то, ради чего умереть. А жить вообще всегда стоит только ради того, ради чего стоит умереть. Это единственная вещь, за которую стоит жить. Никогда нельзя умирать, например, за то, что недостойно смерти. То есть вот нельзя эти вещи забывать. И поэтому все философы, особенно философы христианского восточного православного толка, они, ощущая вот эту правду, исходя вот из этой сложно построенной системы, где была даже определена некая уместность, Москва — это вот Третий Рим, потому что было ясно, что с падением Византийской империи у православия остается один центр хранения. И мы, как цивилизация, вот Молдавия, причастная к этому на полном серьёзе, потому что наш великий господарь Стефан Великий, или Штефан Челмарик, как он звучит по-молдавски, он как раз и завещал-то своему народу ничто другое, как хранение веры. Он не завещал им развивать экономику, там, я не знаю, строить хорошие дороги. Это подразумевает любое бытие человека, облагораживание веры. Это ответственное отношение к самопредназначению. Конечно. Но главное, что завещано всеми былинами, правдами и историческими документами, храните веру. Это единственное, что вам от Бога дано, это единственное, что вас соединяет с вечностью, это единственное, ради чего стоит жить и умирать. Ну вот, читая учебники истории, если уходить гораздо глубже в историю Средневековья и до этого, понимаешь, что, в общем-то, становишься таким читателем-свидетелем процесса, когда идет противостояние не столько идеологии, а столько нравственных каких-то начал. Ведь эти войны, когда христиане шли в Иерусалим и оттуда изгоняли мусульман, это когда начинаешь интересоваться, в чем это противостояние вот этих вот восточных и западных цивилизаций. И где-то для себя находишь ответ относительно того места православия во всем этом деле. Какая-то буферная зона, что ли? Или я ошибаюсь? Насколько ошибочен такой взгляд? Ну, вообще христианская история – это история нашего мира. То есть, когда мы о ней говорим, мы затрагиваем вот самое главное. Это наш мир, в котором живем. Вся западная цивилизация, условно говоря. Мы ее часть, бесспорно. Мы западный мир – это совершенно очевидно и понятно. И, собственно говоря, даже понятие «византийская империя», вот то, что связано с православием, это условное понятие. Византийцы, например, никогда себя так не называли. Их называют так в истории, что ну, как бы разделить их от какой-то действительности. То есть, Римская империя, Византийская империя. Сами византийцы называли себя румеями. Они ощущали очень четко свое звучание, и Рим для них был кочующим. Рим для них был местом, как центр хранения истины. Ради этого он наделяется государственной силой, властью и всем остальным. Христиане в этой истории тоже по-разному себя вели. Свободу совести родили христиане первым своим обращением к языческой действительности с требованием места для себя. Придя к власти, христиане часто попирали эту свободу совести. Известен такой замечательный случай. Мне его рассказал один итальянский католик, потрясающий, когда на съезде какой-то коммунистической партии в Италии она была достаточно многочисленная. Выступил однажды епископ, очень уважаемый, почитаемый. Это было таким объектом внимания. И он начал свое слово на этом съезде примерно так. Говорит, что нас, католиков и коммунистов, в Италии объединяет очень многое. Зал взорвался в аплодисменты. Говорит, например, что и у вас руки по локоть в крови. То есть, он тут же срезал форму дискуссии. Сузил ее. Да, совершенно верно. И мы не можем говорить о христиане, что у нас такое победное шествие по миру. Оно у нас очень непростое, болезненное, с ошибками. Не всегда все было замечательно, не всегда все было верно. И часто мы были гонимы и чаще. Мы гнали. Всякое было в истории. Но, тем не менее, вот это чувство хранения истинной правды в православном мире особенно остро. Потому что мы столкнулись с крушением своей цивилизации неоднократно. И, как правило, всегда в нашем православном движении нашими врагами и атакантами, те, кто на нас постоянно нападали и наседали, это был мир западный, который, с одной стороны, как бы наш брат христианский, но вот в XI веке, пережив ту самую страшную, может быть, катастрофу западного мира, о которой сегодня мало кто говорит, это разделение христианства. Это самая страшная катастрофа западного мира. То есть, ничего более страшного не было, когда единый христианский народ выбрал два совершенно разных пути. И мы стали с этого момента друг к другу чужими. Это очень важный момент, когда ты чужой. Вообще, технология жизни, в принципе, построена навсегда в присутствии чужого. У нас все законы, государства существуют для чего? Чтобы разделить нас, чтобы мы друг друга не сожрали. На своих и чужих. Совершенно верно. И вот тут мы стали совсем чужие. И в этой действительности, конечно же, очень долгое время флаг этой правды хранила Византийская империя. Потом она рушится, этот флаг принимает Россия. И эти судьбы, они втянули нас в сложнейший круговорот событий. И так как древний человек всегда был, в первую очередь, религиозен, время либерализма сейчас наступает, когда человек перестает быть религиозен, а для религиозного человека важна всегда, как бы, всегда сторона правды. И если ты со мною вот сейчас не на этой стороне, то мы с тобой до конца не можем доверять друг другу. Потому что наши ценности разные. Это как ценности людоедского племени. И ценности, допустим, современного европейца. Мы их называем дикарями, они считают дикарями нас. Потому что миф о общечеловеческих ценностях, это миф, который придумала современная политологема такая. Это политический термин. Нет общечеловеческих ценностей. Ценности могут быть максимум общерелигиозными. Вот для нас, православных, такие ценности. Для католиков ценности будут другие, для буддистов, для шаманов, и для атеистов будут ценности совершенно другими и третьими. Поэтому вот это чувство, о котором вы говорите, оно совершенно верно, что мы, как православные люди, ощущаем себя ответственными за ту правду, которая дана нам от Бога. Не мы сами даже, в общем-то, её родили, а Господь доверил нам. И, соответственно, мы отвечаем перед самим небом за эту вещь. Главное здесь, конечно, не перегнуть палку, потому что можно, конечно, воинственную правду хранить. Но правда во Христе, она всегда распятая. То есть правда всегда на кресте. И только так мы можем видеть правду, которая готова дать себя вот своей беззащитности, даже и убить. Только тогда настоящая правда, когда она не сопротивляется. Но вот это чувство верное. Такое. Хотелось ещё вот таком момент с вами обсудить. После падения Советского Союза, 90-е годы прошлого века стали годом восстановления церкви, в нашей стране в частности. И в этой ситуации, казалось бы, церковь желала наверстать упущенное. Упущенное и в духовности, отсутствие которой на тот момент ощущалось в обществе. И, наверное, упущенное в том, что накопленный потенциал церкви был настолько растерян, что его надо было снова вернуть людям. А нынешние годы, начало XXI века совершенно какое-то иное предназначение у церкви появилось? Или это тоже? Вообще, для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно правильно для начала и правильно понять, что есть церковь. Церковь — это общество людей, которые объединены общей верой во Христа и которые смотрят на Христа глазами апостолов. Потому что историю церкви, ну представьте себе, допустим, ее бы писал Иуда. Или история церкви от Пилата. То есть глаза этих людей отнюдь бы не изобразили нам настоящую подлинность христианства. То есть христианство — это взгляд на Христа глазами апостолов. Вот как они его видели. Это первое. Но в то же время очень важно понимать, что церковь — это общество христиан. Нет церкви как института. У нас нет даже такого понятия в православном обиходе. У католиков существует церковь как механизм, живущий клириками и священством. В православном мире церковь — это все мы. Начиная, понимаешь, от бомжа последнего, который крещён, до будущего президента, который будет избран, если он будет крещённым человеком. И, соответственно, ты принадлежи церкви только в тот момент, когда ты без греха. Вот это очень важно понимать. То есть в момент, когда даже патриарх совершает грех, он не член церкви. Это очень важный момент, который нужно понимать. Церковь всегда непорочна. Но непорочна не потому, что мы такие, а потому, что она свята святостью Христа, он её глава. И поэтому для нас есть вхождение в церковь вторичное, третичное, вся через покаяние, через исповедь. Каждый раз я, прикасаясь к чему-то, я должен очистить себя, войти, я не могу тем, кем я вот сейчас там нахожусь, своими грехами и тараканами. И поэтому, говоря о церкви, мы можем сказать, что вот как сообщество людей мы, конечно, в 90-е годы рванули, понимаешь, конечно, какую-то неподъёмную такую ношу, но мы не знали, что делать. И вот сейчас наступает некое время просеивания. Но мы первое, что стали делать, мы стали строить. Строить, чинить, красить, белить. Мы понастроили всего, конечно. И вдруг оказалось, что мы упустили внутри этого события человеческие сердца. Это оказалось гораздо сложнее, гораздо проще построить здание и казаться, что мы сейчас тут создадим условия, заживём, всё у нас там двинется, ничего не двинулось. То есть мы столкнулись сегодня с ситуацией номер два, которая должна была быть номер один. То есть то, что надо было бороться с отсутствием духовности? Совершенно справедливо. То есть нас опять-таки провели, потому что, знаете, как замечательная цитата из моего любимого фильма «Револьвер», значит, что нельзя никогда войну отменить. Её можно отсрочить к пользе твоего врага. И вот эта война, она идёт всегда. Это война и духовная внутри тебя, это война и внешняя. То есть пока мы спим, наши враги работают. То есть в наше общество вкладываются, например, там известно разными западными прочими организациями куча денег. И мы понимаем же, мы же не сумасшедшие, что если кто-то деньги вкладывает, то есть благотворительности прямой в мире не бывает, эти люди что-то хотят. За это придётся расплачиваться. За это придётся какие-то там выставлять свои дивиденды. То же самое и в духовной жизни. И мы проиграли в каких-то вещах очень серьёзно и сильно. И вот сегодня, когда мы столкнулись с тем, что у нас вроде бы 94% православных людей, но вот если наши зрители там сами сейчас проверили сердце, кто из нас готов сказать, что он знает наизусть хотя бы символ веры? Ну, опустимся ниже, отче наш. По сути говоря, мы делегируем, мы принадлежность к христианству как бы декларируем, вроде бы крестик у меня там на груди есть, но что я знаю о своей вере? Что я знаю о своём Боге? И, соответственно, именно поэтому у нас может быть православный колдун, у нас может быть православный человек ходить в общество Рерихов, я не знаю, у нас может быть православный человек, который будет ему исповедовать ценности, толерантности, утверждать, что он гомосексуалист, и он при этом христианин православный. То есть вот эта система ценностей и понимание церкви очень глубоко покорёжены, как и всё наше общество глубоко покорёжено. А это и есть самая лучшая почва для всех манипуляций. Вот лучше не придумать. То есть невежество — это гениальный способ вообще трансформировать нацию, делать из неё всё, что угодно. Мы сегодня с этим реально столкнулись, что в христианском мире нам заново надо евангелизировать, нам заново надо миссионерскую такую работу проводить в народе, который весь вроде бы как христианский, знает своих святых икон и хранит их, ездит по монастырям. Но зачастую за этим кроется какое-то грубое язычество, грубые формы непонимания своей веры, выдавания своего желания за свою веру. То есть поэтому у нас есть работа, бесспорная работа сейчас огромная должна быть. Ну вот такое понятие, как формирование гражданского общества, как правило, всегда привязано к каким-то политическим дискуссиям. Обязательно. А есть ли вообще заинтересованность церкви в формировании гражданского общества сегодня в Молдове? Если говорить о церкви, вот действительно, как о той правде, о которой я вот рассказал, то, конечно же, в этом смысле церковь всегда выступает за то, чтобы человек жил не только по совести. Совесть — это слишком маленькая часть человека. Именно поэтому, кстати говоря, в Писании слово «совесть» почти не употребляется, потому что с совестью всегда можно договориться. Она же моя совесть. В Писании всегда есть слово «выше, чем совесть», заповедь. То есть есть то, что выше тебя, то, с чем торговаться бессмысленно. И, соответственно, у нас, у христиан, отношения с этим миром, они так же перед Богом, как и всё остальное. И мы не можем быть к этому миру не то, что безразличны, мы не можем даже быть нейтральны к этому миру. Человек во все времена в заповедях простых призывался к неделанию, там «не делай того», «не делай того», «не делай того». Христианство меняет эту заповедь, он говорит «возлюби», то есть «действуй». Ты не можешь просто не воровать, не красть, это уже не заслуга в христианском мире. Это то, что в принципе обязан делать нормальный человек. А ты должен дальше действовать в этом мире, должен его облагородить, ты должен его привести в порядок. И в конечном итоге ты должен этот мир не позволить ему скатиться в какое-то безумие, в бесовское безумие. Потому что так как мы живем в мире поломанном, то, с чего начинается христианский мир, что мир рухнул, который создал Бог, этот мир стремится к кошмару, этот мир и закончится кошмаром. То есть Писание говорит, что все-таки придет Антихрист, и история мира закончится плохо. Но в то же время наша христианская задача — не дать этому плохо войти в нашу жизнь. То есть от того, что есть такая воля Божия, не значит, что я должен похватить там в руки факел и пойти поджигать как бы свою землю. И поэтому, конечно же, гражданское общество, оно не может быть без реального внутреннего убеждения человека и без серьезных внутренних идеалов. Потому что никогда не будет отстаивать там какие-то там высокие вещи в обществе человека, который просто хочет сыто есть и вкусно жить. Максимум он выйдет на демонстрацию, там, если срежут проценты ему там по какому-то пенсионному накоплению. То есть напрямую зависит, привязанно к его желудку, к его идее. Конечно, совершенно верно. Только истина, настоящее стремление к истине делает тебя человеком. Потому что у тебя есть шкала. Ты понимаешь, где твой ноль, вот откуда начинается у меня добро, откуда начинается у меня зло. И я четко начинаю действовать именно в этом направлении. Это может быть, конечно же, непростой и даже болезненный процесс, но у нас потому и нет этого гражданского общества сегодня, вот мы можем точно об этом говорить. Потому что не существует вот тех идеалов, ради которых это общество живет. Нас растерзали в свой момент времени, Советский Союз рухнул, идеологическая настройка, которая была, она обанкротилась, а новая не родилась. То есть христианство и православие, в частности, не сумели стать? Не сумели, к сожалению. Вот мы не смогли. Оказалось, что именно поэтому у нас такой соблазн до сих пор подружиться с государством, при его помощи как-то, чтобы оно толкнуло ситуацию. Это плохая дружба. Для православия дружба с государством всегда плохая дружба. То есть православие может быть в хороших отношениях с государством, быть его советником, быть даже судьей в каких-то вопросах, там, в нравственных. Но дружба всегда плоха. То есть не должно быть этого. Ну тогда вот демонстрация своего, будем говорить, видения того, как, ну или к чему приведут те или иные процессы в стране, это можно ли рассматривать как, ну не знаю, там, попытка сближения с государством? Или наоборот? Можно рассматривать это по-другому и говорить, что когда государство действует в рамках, которые равны правде Божией или приближаются к ней в каком-то движении, там, хотя бы к правде человеческой, то, конечно же, церковь свое сердце отдает туда, в этот момент. Потому что церковь — это есть все люди. То есть и все мы, как люди, особенно люди, которые там знают какую-то правду высокую, там, правду, которая называется Бог, для меня очень понятна и ясна эта система ценностей. И я всегда буду на ее стороне. И я никогда не встану на сторону, там, допустим, вещей, которые будут мою систему ценностей уничтожать или коверкать. И более того, я даже как гражданин, я способен и должен, и обязан буду протестовать против этого. Вот что такое гражданское общество. То есть когда мы не морду друг другу бьем, а когда мы полемизируем, полемизируем с точки зрения ценностей. А церковь — это место для полемики. Если бы Христос не полемизировал с фарисеями, с саддукеями, как вообще бы человеческая мысль родилась? Ведь вся мысль родилась полемически. Это всегда было состязание природ, качеств и всего остального. И как бы в этом смысле церковь всегда, во все времена, будет, что называется, внутри политической жизни. Потому что церковь с христианской точки зрения — это все мы. Мы не можем исключить себя из политической жизни. Но сама церковь все время будет оставаться выше в то же время политической жизни. И доказательство тому, что церковь прожила от рабовладельцев до высокой современной демократии. Все строя всю жизнь прожила и показала, что ее нужда в другом. То есть церковь — это место, где человек встречается с Богом, со Христом. И церковь эту свободу отстаивает всегда. Собственно говоря, человек и не может быть несвободен. Никакой закон, никакая неправда твою душу сделать несвободной не могут. А вот церковь, она хранит то знание о Христе, которое нам открыли апостолы. Вот это их глаза. При помощи этого взгляда ты можешь это понять. И дальше твоя вера становится, выражаясь современным языком, таким большим Windows, чтобы было еще понятие. Вот вера — это Windows, без которого ни одно приложение не сработает. Вроде бы сама оболочка пуста. Ну что там этот Windows на экране? Самим-то Windows как бы я и не пользуюсь. Я даже не знаю, что это такое. Но я знаю, что без него я не могу ничего запустить. И вот вера — это та оболочка для меня, как для христианина, внутри которой работает все. И моя политическая позиция, и гражданская позиция. Я все пропускаю, потому что все перед лицом Божьим. Смотрите, я так понимаю, что истинно верующим людям тоже непросто. Опираясь, да, на церковные постулаты, и одновременно с этим мы видим... То есть сделать правильный политический выбор, который, в общем-то, и поможет, наверное, или выжить государству, или наоборот, подтолкнуть его к краю пропасти. И мы, православные граждане, мы видим, в церковь ходят все политики практически. Мы вот как здесь делегировать. С одной стороны, мы верим и входим в одну и ту же церковь. С другой стороны, мы видим, насколько разнится их гражданская позиция. Да. Но вот здесь как раз и работает то правило, которое я сказал, что церковь — это сообщество святых людей. И если человек совершил грех, то он может продолжать ходить в церковь. То есть никто же запретить ему не может. Но он остается на этом поле сорняком. И Христос сказал, что будет жатва в конце. Вот собирается, а пока сорняки дергать нельзя, потому что повредим живую, настоящую культуру. И здесь может добавить очень такую важную вещь. Недавно совершенно я разговаривал с одним человеком, мне описал ситуацию, которая сложилась во Франции после выборов Оланда. Вот очень интересная такая штука. Мы все помним, что миллионы христиан Франции протестовали против закона об однополых браках. Цифра называлась «до двух миллионов человек выходила единовременно на манифестации». И это не прогнуло Оланда. То есть это не прогнуло его вообще ни на какую секунду. Закон был принят, торжество, все красиво и замечательно. При этом сам Оланд, он также, да, он живет с какой-то там, сожительствует женщина, у них неофициальный брак. Ну, ладно, французы, это их история. Что для меня было интересно. Вот этот человек рассказывает, что они беседовали с муфтием Парижа. И он говорит, а почему мусульмане не вышли вот на эти же самые акции протеста? Гражданское общество Франции было, так сказать, вот все такое в гневе, столько людей. Он говорит, да, во-первых, понимаете, для меня, как для мусульманина, это настолько очевидный грех, что даже говорить о нем мы считаем неприлично. Ну, действительно, в Евангелии есть такая красивая фраза, что есть вещи, о которых срамно и говорить даже. Не то, чтобы не запускать эти окна Авертона, проклятые. А мы вынуждены говорить о гомосексуализме, о все, потому что это давит нас, что называется. Хотя об этом даже неприлично говорить, не то, что обсуждать. Ну, ладно. И он говорит, и я не вывел народ. А во-вторых, говорит, мне даже удобно, что вы европейцы такие. Потому что я в мечети говорю своим прихожанам, ну что, хотите быть вот? Вы такими хотите быть? Вот кем вы хотите быть? Через несколько месяцев это правительство Ланда на порах счастья, что так легко им это удалось, они решили проект сексуального образования в школы протащить. Вышло 20 тысяч мусульман. И закон не прошел. Спрашивается опять того самого Муфтия, почему, 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 спросили того Муфтия, почему теперь вы выползли там же, вы не пошли на какие манифестации, а тут. Он говорит, потому что это касается наших детей. Потому что они хотели залезть в жизнь наших детей, а вот этого мы им не позволим никогда в жизни. И вот 20 тысяч мусульман и 2 миллиона христиан, да? Это говорит о том, у кого порох в пороховницах есть. Это говорит о том, что мы, христиане, сок потеряли. То есть мы в своей стране, вот часто нам говорят, вы, церковь, государство, мы это государство за всю историю, вот кто нас смотрит, мы не заставили ничего сделать в свою пользу. Мы не смогли отменить тот самый закон о равенстве шансов. То есть мы не смогли у государства вытребовать то, что мы, как христиане, в принципе, по закону можем иметь. Свои даты, праздники и так далее. То есть это одна из главных причин, почему происходит то, что происходит даже в системе обрагавания. Совершенно верно. Нашей элите в этом смысле важнее, что скажет Вашингтон. То есть у нас на День Европы приезжают европейские политики с ветеранами пройтись. Все-таки они почему-то с гомосексуалистами идут там по улице Садовой до американского посольства. То есть вот как эти вещи непонятны, для меня загадка. Непонятно, как возникает политика из ниоткуда, например, наша действительность, да? Возникает ниоткуда там никто, и вдруг этот никто получает невероятную поддержку. Ну вы же не маленькие дети. Мы понимаем, что мир идей живой. Мир идей, за ним стоят люди, за ним стоят энергии. Вот не просто так Бах может написать какое-то произведение, и вдруг весь мир им будет восхищаться. Это какая-то духовная действительность за этим стоит. Что-то трогает сердца этих миллионов людей. И вот здесь также вдруг возникает человек ниоткуда, никуда, у него программа, процессы. И таких вещей мы видим множество раз. Множество раз какие-то организуются события. Мы понимаем, что кто-то за этим стоит. Мы понимаем четко. И влияние это гораздо сильнее, чем влияние того же Евангелия. На души христиан, людей, которые там считаются окрещенными людьми. Раз мы заговорили уже о политике, хотелось бы даже, давайте раскроем скобки. Как вы думаете, какие идеи тогда двигают людьми, которые голосуют сегодня за одного из кандидатов? Ну, уже давайте как бы и сузим. Да, у нас их всего два. У нас их всего два. Председатель партии социалистов Игорь Дадон и председатель партии ПАС Эдмайя Санду. И вот человек, который в политику пришел не так давно, и рейтинг где-то порядка чуть больше 10% отстает от лидера после голосования в первом туре. Вот на ваш взгляд, что было такой мотивировочной частью решения голосовать за Майя Санду? Мне кажется, что она во многом саккумулировала себе протест. То есть есть какая-то часть людей, которые не приемлют то, что предлагает с одной стороны, допустим, партия социалистов и лидер этой партии. Это большая достаточно часть людей, но для этого тоже трудятся целые толпы политтехнологов. То есть вот в каждом обществе существует очень интересная вот такая действительность. Я никогда этого не понимал, поговорил в пивной с одним немцем. Вот в известной пивной в Мюнхене один немец, такую простую вещь у меня такую, он восточный немец, услышав русскую речь, попросил рассказать о Донбассе, о Украине, что я там думаю. Мы с ним разговаривали, и он мне говорит, что, он говорит, не зря же вам так долго рассказывали, что вы все там сталинисты, что вы все там, вот. А я говорю, а почему, в смысле, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну это красивый, замечательный капкан на ваше общество. То есть, допустим, мы можем очень долго там рождать такую идею, чтобы, как бы, сказав одно слово, включить в человека огромный механизм сразу. То есть вот вы недолюди, вот 20 лет, мы недолюди, у нас недозаконы, мы недострана, мы все наследие сталинизма, ну там дальше распространяем. Отняли историю, смотрите, мы изучаем совершенно другой. Та же самая мифологема, это инквизиция, та же самая мифологема евроинтеграции. То есть это пункты, которые включают механизмы. Вот говорят слово «сталинизм», у тебя в голове сразу такая большая библиотека ленинская. Там говорят «евроинтеграция», у тебя следующая библиотека. И вот как бы эти системы, они потрудились вот в обществе определенного там сознания людей. Потрудились там разные товарищи, у нее низкие мысли и прочее. И вот эта армия людей, дальше все работает как в сказке о крысолове. Вот все крысы слышат дудочку, им не надо искать какую-то правду. Например, выходит там, вот для меня такая интересная заметка, там, вот допустим, можно носить георгиевскую ленточку, да, а можно носить желтую ленточку. И ты по этой ленточке вдруг обретаешь новый совершенно для себя смысл. Это как рукопожатие. Вроде бы пустая вещь – пожать руку, но если ты не подашь руку, да, можно и по морде получить. То есть эти вещи оживают, символы работают. Просто мы этого не всегда можем, не всегда это можем заметить. И вот допустим, Майя Санду, в отличие от Ададона, она аккумулирует взгляд определенного круга людей. И этим людям не важна сама Майя Санду. Сама Майя Санду никто. То есть им важен тот комплекс идей, которые в их голове живут, и эти идеи, с их точки зрения, вот оживают в ней. И они связывают именно этот мир. Что же говорить, например, о Ададоне, вот для меня, мое личное замечание, что почему за него голосовало огромное количество людей труда, прямого труда, тех, которые производят реальную какую-то действительность этой страны. Потому что здесь голосует не мир идей, а здесь голосует мир прагматизма. Мне надо кормить семью, мне надо устраивать жизнь, мне надо действовать. Меня не интересуют эти элиты проклятые, которые без того богаты и без меня. Я хочу, чтобы я мог реально производить, продавать, торговать, чтобы я был защищен и так далее. То есть, как бы грубо говоря, здесь столкновение идей в любом случае. И это столкновение, оно не в лидерах. Оно, конечно же, в первую очередь в сознании людей. И вот тут мы видим эти ценности. Как они оживают, как они работают, как эти годы, вложенные в разные политические мифы, в идеи, как эти все вещи оживают. Как нам начинают рассказывать, понимаешь, там, про проклятую советскую действительность, которая измучила всю эту страну. Тут нам рассказывают про танки, которые завтра придут на Московский проспект. Тут нам рассказывают, понимаешь, про то, про все, про пятое и десятое. И все это мифы. То есть, это все мифы. И даже люди, когда на улице спорят, я вот слушаю споры людей в церкви, слушаю, они говорят, вот Санду хочет привезти сюда 30 тысяч там, каких-то там этих беженцев. А вот там, понимаешь, Додон, человек Плохотнюка, скорее всего. И ты в этих разговорах слышишь, что люди обсуждают мифы. Совершенно верно, мифы. То есть, и в этих мифах потрудились политтехнологи, потрудились журналисты, потрудились, все потрудились, все по чуть-чуть. И как бы мы, как церковь в этом смысле, предлагаем простейший фильтр, элементарный. Я почему буду голосовать за Додона? Все очень просто для меня. Ну, во-первых, я его лично знаю. Это тоже для меня решительный такой момент. Я не дружу с ним, не могу оценить его по-человечески. Чтобы сказать о человеке какое-то там хорошее слово, надо быть с ним другом. Но я могу сказать, что для меня решающим фактом является все-таки то, что то, что он провозглашает, это вот моя внутренняя сказка. То есть, я в это верю. И мне не важно, вот как многие говорят, вот тебя обманут. Это не важно. Но я буду знать, что я соединюсь с какими-то людьми, которые единомышленники в этой действительности со мной. Я соединюсь с ними просто не потому, что мне там неприятно, там, Майя Санду. Я вообще ее не знаю, знать не собираюсь. Но как бы мне неприятно все то, что она олицетворяет. А она олицетворяет либерализм. Худшую форму жизни, на мой взгляд, вообще из всех, которые существовали в мире от начала его до сегодняшнего дня. Это худшая форма. На мой взгляд, это будущий фашизм. Потому что это самое не тоталитарное, а это сверхтоталитарная вообще будет форма жизни. И мы сейчас уже видим это давление. Ну, вот простой пример. Вроде бы там закон о равенстве шансов. Вроде бы, ну давайте все будем толерантны. А потом вдруг почему-то я не могу после этого закона критиковать это явление. Почему? Это что, священная корова какая-то? А толерант и затерпимость здесь есть знак равенства? Вообще в христианском языке эти оба слова надо зачеркнуть. Они плохие, оба. В христианском языке эти оба слова подменяют слово «любовь». Потому что как бы толерантность, ну там разные столкования, медицинские термины, это вообще кошмар, это почти что смерть организма. Но толерантность и любовь отличаются тем, что если я люблю человека, так, а я готов отстаивать нашу с ним любовь. Толерантность говорит, что нет, отвали в сторону и терпи все другое, что ты хочешь там в этом мире, чтобы было или не было. Я не хочу терпеть в этом мире преступления, я не хочу терпеть в этом мире разврат. Я не хочу. Это не означает, что я там пойду войной на все это. То есть я останусь в том же виде, в каком я есть, но я не приму это никогда. То есть я не буду толерантен по отношению к злу. Я не буду делать вид, что белое это черное, что черное это белое, что вообще все на свете все равно. Никогда в жизни. Это плохие слова. И их специально употребляют, чтобы увести нас от самых важных слов, от самых главных понятий. Поэтому вот говоря об этой политической воле, будем помнить, что это борьба идей. Но идеи, они не мертвы. Идеи живут. И мы вот в поведении обоих кандидатов мы наблюдаем, где лежит точка любви человеческих сердец. Самое ужасное, что эти точки, когда расходятся, может наступить война. Это самое ужасное, что может быть. Вот этого нам как церкви допускать нельзя, потому что наши прихожане будут голосовать как за одного кандидата, так и за другого. Поэтому я как личность, как человек, как гражданин, я могу говорить, что я буду голосовать за своего кандидата, я могу обосновать, почему это так для меня важно. Но я ни в коем случае не скажу другим, что они неправы в своем выборе. Единственное, что я как христианин имею право им сказать, что нельзя голосовать за то, что нехристианское. Если ты христианин, ты не можешь голосовать ни за Пилата, ни за Иуду, ни за Синедрион. Ты не можешь голосовать за тех, кто твоего Бога распинает. А Бога распинает неправда и грех. И то, что есть грех, то грехом будет называться всегда. Хоть ты мне расскажи, понимаешь, про всю европейскую толерантность. Вот сегодняшний либерализм в иерархии антиценностей, занимает какое место? Ведь смотрите, либерализм в экономике, либерализм в отношениях, та самая толерантность, либерализм в образовании, когда, знаете, как я заметил, что в школах сегодня утверждается такое понятие «стыдно учиться». То есть мы выучим какой-то набор кодов, которые удобны нашим экзаменаторам, и таким образом мы получаем то, что мы хотим. Ну, удостоверение там, что мы что-то там закончили. Но самих знаний не получаем. А человек, который вдруг становится увлеченным, начинает открывать для себя библиотеки, он здесь чувствует себя изгоем. А вот, кстати, та же самая история. Вот очень точно. Смотрите, как интересно. Почему вот это понимание стыдобы учиться? Потому что, опять-таки… Это стыд труда. Да, не лежит в основе высокой идеи. Понимаете, вот любой человек максимум может рассматривать в либеральном мире образование как способ устроиться в жизнь, как способ, грубо говоря, прокорма. Но вот высокое христианское понимание образования лежит в слове «образ». То есть человека нет сначала. Его надо создать, его надо образовать. А что значит образовать человека? Ведь наша школа, даже вот в принципе светская школа, она решила, что для этого не только математика, физика, нужна музыка, нужна литература. А кто сказал, что религия не нужна? Самое древнее знание человеческое, оно тоже нужно. Но вот убрали иконы сейчас из школы. Вот это тоже поразительный факт. То есть потому, вот я говорю, что либерализм начинает рассматривать религию как атеизм. То есть в либеральном обществе, если уже говорить честно о свободном обществе, то есть есть свобода как бы всех мнений. Но почему-то именно либеральное общество, как мы вот наблюдаем часто в нашем, например, молдавском обществе, действует только системой запретов. Мы запрещаем неугодные каналы, мы запрещаем ненужную нам литературу, мы закрываем там ненужные нам книжки, мы выдвигаем там иконы, потому что это противоречит светскости. Кто сказал, что это противоречит светскости? Кто это сказал? Почему это решили в стране, где 94% людей христианин? То есть вот как эти вещи складываются в голове у людей, я не понимаю. Кроме всего прочего, почему либерализм опасен? Потому что идея либерализма самая главная и простая. Это человек, Бог, и он занимает место Бога навсегда. В либеральном обществе единственное, ради чего живет мир, это ради блага человека. Но что такое благо человека? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вот тут и подняться на эту высоту человеческой мысли, нам надо сначала дать трактовку понятию «человек». Что это за явление человек? К чему он призван? Ради чего он живет? И только тогда мы скажем, гомосексуализм — это грех или не грех. Как мы это определяем? Если мы определяем по принципу, что все, что хорошо человеку, то и правда, но кому-то воровать хорошо. Почему человек, рождающийся в клиптомании, мы его должны лечить? А давайте будем развивать в нем это движение. Даже если мне докажут, что гомосексуализм врожденная черта человека, а вот у человека есть врожденная черта воровства. Что все врожденное в себе мы должны развивать? И так далее, и тому подобное. Если мы ставим человека в центр, вот в центр всего, мы мир наш сокращаем до невозможного предела. Мы лишаемся голосов своих предков. Автоматически. А ведь эти покойники еще как голосуют. То есть мы лишаемся. В нашей памяти. Они вообще, они трогают наш мир. Мы не можем так просто двинуться из-за них. Потому что эта инерция времени, она работает. Мы уже сколько лет как бы фактически условные христиане, но вот эта инерция наших бабушек, она жива в традициях, в праздниках, в том, что каждый молдаванец знает, когда что испечь, когда приготовить, как делать вино, как делать там свою мамалыгу. Это все известно откуда. Мы сужаем мир, если человек главенствует, до предельного низа, потому что у нас нет неба. Над нами нет правды. Вот то самое, о котором говорят, о которой говорят все западные философы, да и вообще философы всех времен. То есть, по сути говоря, вот почему еще раз вам говорю, в Евангелии слово «совесть» редко употреблено. Заповедь, Бог. И это выше тебя. И, соответственно, если твой идеал жизни выше тебя, у тебя есть вектор бесконечный. И этот вектор настолько недостижим, что твое стремление превращается в вечный полет. А если ты его принизил до уровня человека, то мы и будем жить на планке этого человека. Но я-то себя знаю. Я всегда свою планочку понижу. Я всегда себе скажу, что мне трудно, ой, я переживаю, ой, я болею, а давайте как то, давайте как это. И поэтому либеральный мир, это только начало мы его видим сейчас. Мы видим страшное начало, когда вроде бы под видом либеральных ценностей в нашу жизнь торгается грех, и грех начинает господствовать. Почему-то именно вот эти вещи становятся главными в либеральном мире. Гомосексуализм, эвтаназия, аборты. Вот какие-то такие вещи, которые в нормальной ситуации человеку в голову вообще прийти не должны. Но здесь получается, что нас программируют на худшее. И мы знаем, как церковь, почему это так. Потому что в либеральном мире, опять-таки, где человек главенствует, и только его благо является нормой, человек идет от желания к желанию. Но желание, любой, исполнившись, умирает. Предположим, что у меня есть волшебный кошелечек, говорил мне один очень богатый миллионер в Швейцарии. Я из него могу достать любые деньги. В Молдове сейчас таких немало, неожиданно. Ну вот предположим, что у меня есть кошелечек, из которого я могу достать любые деньги. Мне вторым делом понадобится психиатр, который будет придумывать мне желание. А что мне желать? Если у меня есть возможность купить самолет, мне это неинтересно. Если я могу там слетать в любую точку земного шара, мне тоже неинтересно. И, соответственно, мы знаем, как устроено человеческое сердце. Оно хочет жизни. Оно захочет ее вкуса. А желания уже нет. Реализовать ты можешь все, что хочешь. И ты пойдешь по страшным желаниям. Ты пойдешь и по мальчикам, и по девочкам. Ты пойдешь и на охоту на человека, что в Африке практикуются, богатые богачи из Европы приезжают, понимаешь, какого-нибудь племенного берут подкидыша. То есть человек готов на что угодно, на любые виды извращений. И чем человек богаче, тем эти извращения будут страшнее. И вот либеральный мир, это ведь еще и мир богатый. Его придумали богатые люди. Они придумали именно для того, чтобы свернуть аристократическую действительность, то есть некое благородство крови, условно скажем тогда. И пришли Шариковы. Пришли Шариковы, у которых в руках просто деньги, капиталы и все остальное. И подчинив мир вот этим корпорационным интересам, они плевать хотели на нашу судьбу. Откуда такие огромные деньги вливаются во все эти маленькие страны, типа нашей Молдавии? Ведь мы понимаем, что этот печатный станок, он работает, но он работает не бесцельно. Он чего-то хочет. Вот как христиане мы только должны не дать себя вот так просто увлечь вот такими мифами. Чтобы у нас не было присловия интеграции сразу, вот мы туда в красивый мир бежим. То есть от того, что мы повесим эту табличку, у нас в лифтах, понимаешь, чисто и стали. Ну, как показывает событие мира, это как по сути-то и красивого нет. Евроинтеграция для одних это, не знаю, это гастарбайтерство. Для других и очень редко, и малой части людей, это только лишь путешествие, знакомство с Европой. Ну, это, эти путешествия неоднозначны. Вот слушая вас, так сказать, о том, о той форме либерализма, в которой он сегодня уже существует, вот нет-нет, ну, не знаю, может, такая навязчивая мысль моя, но, во всяком случае, на пирамиде, на верхушке всего этой пирамиды я вижу хрупкий образ вот сегодняшнего женщины-политики, Майя Санду, которая, ну, решила, что, наверное, ей надо быть тем человеком, который узаконит этот максимальный либерализм в нашей стране, а в данном случае, это значит, уже полностью отринет, ну, не знаю, от людей главные ценности. Мне кажется, она уже созревший продукт того мира. Она, может быть, и хрупкий политик, и там, и женщина, у которой там много с чего про нее там говорится, обсуждается, и в том числе, то, что она, там, семью у нее, детей у нее нет, это ни в коем случае не в осуждении ее обсуждается, а это обсуждается, потому что она согласилась на эту должность потрудиться ради нас, и, соответственно, меня как избирателя это тоже очень интересует, потому что для меня важно, например, что там президент моей страны не имеет опыта собственной семьи, собственных детей. Это не хуже или не лучше, это не классификация качеств внутренних человек, но для меня это важная качество. Потому что он не сопереживает нашим трудностям людям, людям, семейным. Совершенно верно, что он может знать о воспитании, да, то есть как бы, как, знаете, как эта замечательная шутка была у Жванецкого, великолепная, говорит, какое мнение об архитектуре может иметь человек без прописки. То есть вот, то же самое и здесь, то есть это не в укор, в этой женщине. Что для меня сразу бросается в глаза, что она очень готовый продукт. То есть вот она очень готовый либеральный продукт. Так как она себя ведет перед камерой, так как она цепляет вот эту желтую ленточку, которую, по идее, в американской песне человек, выходящий из тюрьмы, просит на дуб, повязала, чтобы его любимая, чтобы убедиться, что она ему верна. И мы по этому поводу тихо подхихикываем, что дуб уже был как-то там в истории одной эмблемой. Ну да, я прохнул. Но вот это четкое позиционирование. И она не стесняется себя так и видеть. Ей очень важно, чтобы именно так мы ее восприняли. Это и есть ее месседж, грубо говоря, что вот я такова. И вот те, кто слышит этот голос, айда за мной. И, собственно говоря, вот в нашем обществе вот это разделение, которое сейчас присутствует, это самый серьезный факт, который говорит о том, что вот эти годы мы не консолидировались, мы не собирались, а мы, получается, внутри одной действительности шли совершенно разными путями. И мы видели совершенно разное, и мы любили разное. И вот сейчас как бы вот этот как бы посыл в лице этой женщины, которая хочет быть там нашим президентом, он для меня однозначно связан как раз вот с этой либеральной системой ценностей. И я не могу согласиться с ней никак, ни при каких обстоятельствах. Вот тот случай, когда, если бы было два либеральных политика на выборах, вот это был бы тот случай, когда бы я, наверное, на выборы не пошел. Это был бы единственный, наверное, случай, когда это было бы бессмысленно. Но так как сейчас у нас есть выбор, и если мы согласились уже на эту кривую форму жизни под названием демократия, то мы должны выбирать по принципиальности этой демократии, по наименьшему злу, если уж на то пошло, если человек не адепт, не сторонник каких-то идей. Но ты можешь взвесить в голове, где твои идеи, вот где они живут, за это иди. Ты можешь любить этого человека, не любить этого человека. Но мы так согласились жить. У нас нет царя. Это с царем проще. Родился и родился, он сразу царь. Отец Виталий, под занавес нашей с вами беседы, вот такой вопрос. Мы сегодня все свидетелями, ну, такой, знаете, ожесточенной, что ли, схватки за кресло президента. И это при том, что практически каждый сегодня гражданин Молдовы знает, что конституции, функции главы государства достаточно ограничены. И тем не менее, вот такая ожесточенная схватка за пост президента, чьи полномочия не так эффективны, как, например, в других президентских странах. В чем корень? А вы знаете, вот у меня тоже это ощущение, я вот сам себе этот вопрос задаю. И для меня этот вопрос, как бы вот, в каком-то смысле, даже принимает вот некий мистический характер. Я тоже чувствую, что почему-то это очень важно. Я не знаю, как это объяснить до конца, но я чувствую, что сейчас это важно, как никогда. И чувствую это еще во многом потому, что мы прожили почти четверть века вот в этом положении, да? И я вижу, что мы дожили, ну вот до края того, что я бы для себя в сердце сказал, вот точка невозврата. То есть мы ушли за какой-то такой предел, за которым, может быть, это будет вообще последний выбор, который нам предоставляется. Судьбой. И может быть, это и не сильно важная должность в этом смысле. Но вы знаете, лиха беда начала. То есть первый напор, он действует, как некий росточек, пробивающий асфальт. Дальше растет дерево. Посмотрим. Во всяком случае, если эта идея отобразится в нашей жизни, вот идея, допустим, социалистов, это как минимум будет говорить о том, что мы способны на многообразие. Пусть будет так. Мы жили 25 лет одной единственной идеей практически. И вот, может быть, сейчас наступает время, когда уходят те динозавры еще, которые помнили бывшие, и народилось то новое, что уже не знает ничего. И вот на грани вот этого процесса возможно еще какое-нибудь действительно поле, на котором можно этот выбор произвести. Я не знаю, как это объяснить до конца, но я чувствую и призываю всех именно поэтому пойти на выборы. Неважно за кого. Пойдите. То есть это очень важный момент для меня в том смысле, что я впервые, например, за эти годы услышал какие-то слова, которые я очень хотел услышать всегда. То есть я их услышал, не буду говорить там какие, но я четко вот, я никогда их не слышал. И мое сердце приняло эту сторону. Но в силу того, что я 25 лет ждал этих слов, то есть я так понимаю, что или придется еще 25 лет ждать, или просто этого уже не будет никогда. Ну и последний вопрос. Вы принимали участие в пресс-конференции с епископом Бельским и Фалерским Маркелом. Вот чем, ну, отчасти вы уже, наверное, ответили на этот вопрос, но тем не менее, чем все-таки было обосновано такое активное участие общественной жизни? У Владыки Маркела вообще такая достаточно живая позиция. И он, собственно говоря, как епископ Бельс, он представлял мнение своих священников. Вот я поддержал его в этом мнении. И, собственно говоря, все достаточно просто. То есть позиция любого пастыря, чтобы в мой загон с моими овцами не забежали в волки, чтобы хищник не растерзал это стадо. И забота лежит именно в той плоскости, чтобы не дать человеку как правильное знание. Церковь не ставит такой задачей форматировать сознание человека. Мы не сектанты. Церковь предлагает человеку всегда обратиться к наивысшей добродетели в христианском мире, которая называется рассуждение. То есть церковь должна воспитать человека умение рассуждать. И как пастырь, владыка предложил рассуждение христианского толка, показав некоторые мотивы и призвав людей к этой ответственности. Конечно, это выглядит бесспорно как поддержка кандидата от социалистов, но это только в силу того, что у нас нет других кандидатов. То есть у нас мы выбираем из двух. И мы точно как люди церкви, как христиане понимаем, что вот это выбирать нельзя. Потому что за этим лежит мир идей глубоко отвратительных и, как говорит Писание, что дурное сообщество развращает нравы. То есть это может продолжать жить как идея, и это будет жить как идея, но только не как главенствующая. Для этого есть демократия разбавлять эти процессы чем-то другим. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Думаю, зрителям части было интересно. И я думаю, надеюсь, что в душах многих из них что-то отрезонировало из всего того, что было сказано в сегодняшнем эфире. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был клирик Свято-Георгиевского храма отец Виталий. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова